Окей, хорошо, дальше. Злоупотребление лекарствами. Вот я уже как раз говорила про лекарства, я немножко уже затронула, немножко еще раз пройдусь. Ничего не пьем без назначения врача. Если что болит, не заглушаем боли безбаливающим, а стараемся узнать и устранить причину. Здесь вот тоже расскажу одну историю из личной жизни, чтобы было более наглядно, потому что обычно, когда вот такие вот мы читаем фразы, мы как-то обычно они у нас в голове не вкладываются, а если еще рассказать какую-то историю, то это вот как-то больше в голове отпечатается и может быть вы как-то восприньтесь по-другому. Да. Так, я когда ездила в Россию, мы ездили оформлять документы, как раз мы расписались с мужем из Таиланда, мы возвращались, чтобы поменять паспорта, и мне пришлось немножко помотаться между Волгоградом и Новороссийском. И вот в поезде я ехала как раз из Новороссийска в Волгоград, и меня продуло. И у меня начал болеть не с живота, а там у него серьезный родители, у моего мужа, и у меня срочно в больницу пекли, потому что у них там главрач знакомая. Ну и меня бегло вот так вот. А у меня уже как бы все прошло, а я осталась в больнице. И там была девочка, которая вот мне прямо сильно запала в душу, ну ее история. Ее готовили на операцию, девочке 21 год, ее готовили на операцию по удалению женских органов. Представьте, потому что 2 года назад у нее начались боли, и она начала пить обезболивающее. Она прекратила пить обезболивающее, у нее возвращались боли, и она 2 года просидела на обезболивающем. Привезли ее уже на скорой, когда там уже воспалительный был очень серьезный процесс, и там как бы все в таком состоянии, что уже все, только оперировать. То есть все надо было вырезать. Но я еще об этом поговорю, да, отдельно. Я там лежала, так меня не лечили, а просто наблюдали в течение недели. Мне заняться было нечем, поэтому я начала там общаться с теми, кто лежит в больнице. Ну, там еще несколько было человек, которые готовили к операции. В результате операцию не сделали никому, потому что все пошли на поправку. Я там всем поделала настроение, и вот на вот этом хорошем настроении, хорошем подъеме все начали восстанавливаться. Врач заходила, она потом сказала, говорит, девочки, я не знаю, что вы делаете, но делайте это дальше, потому что вот тебе операция уже не нужна, тебе тоже, а вот тебя вот, кстати, тоже. По твоим анализам у тебя идет восстановление, так что, может быть, мы тебя вытащим. Это на самом деле, да, это было что-то удивительное такое, да, вот как вот позитивные эмоции воздействовали на восстановление людей. Это просто было на чудо какой-то похоже. Там одной женщине сразу тоже ее положили в больницу, у нее болело не с живота, а вообще болела поясница. А так как я до этого как раз прошла курс тайского массажа, начала практиковать, я говорю, ну-ка, покажите мне, что-то как-то вы, как вы ходите, больше похоже, что у вас по золотчикам проблемы, а не по-женски. Она поворачивается, ложится, у меня красавчик был, я ей массаж креса сделала, там нашла, где у нее защемление нерва, нервы освободила, базамчиком смазала, все еще деньги выписали, потому что у нее по-женски не болело, у нее там защемление было, да. То есть так вот, как интересно все было. Так вот, вот история про эту девочку. Вот если что болит, не заглушайте боль. Обезболивающее, оно не решает проблему, обезболивающее не снимает воспаление. Обезболивающее просто затыкает наш организм. Наш организм кричит, эй, у меня проблема, помоги мне, а ты говоришь, заткнись, ему обезболивающее. Вот давайте не будем пить обезболивающее, будем стараться как раз-таки решить проблему. Обезболивающее можно выпить, чтобы как-то дойти до врача, чтобы было не так больно, но не надо просто заглушать боль. Да, Оксана, да, многим из-за меня отменили операцию, я знаю, я стараюсь. Я, да, да, спасибо, Оксана. Вот, и следующий тоже очень важный момент, о котором многие не задумываются. Читаем побочные действия. И если побочные действия перевешивают лечебный эффект, просим врача подобрать менее вредный аналог. Вот кто так делает? Поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Кто так делает? Пришли к врачу. Врач вам назначил, а вы читаете, говорите, а нет, я это пить не буду. А здесь слишком много побочных действий. А вы можете мне аналог с меньшим количеством побочных действий подобрать? Кто-нибудь так делал в своей жизни? Я думаю, что нет, это вообще не принято. Нас так не учили. Так не принято в нашем обществе. А я так делаю. У меня просто выхода нет, потому что я половину... Вот, Ольга, правильно, у тебя вот как раз фамилия мудрая в тему. Правильно делаешь? Я и ребенку половину отменяю, и себе. Вот у меня бабушка когда болела, когда я пришла, там поставила, что я выписала, половину просто убрала, заменила травами, да. Там ей мочегонных выписали. Она... У меня бабушка была сердечница, да, царство ей небесное, она недавно умерла. Когда она вот... У нее 75 лет, у нее был кризис, я приехала, она уже была лежащая. И я посмотрела, ей выписали мочегонные, которые побочные действия, это как раз-таки на сердце. А у нее с сердцем проблема. Бабушка, кто вообще это все выписал? Так, это убираем, это убирает. Она лежала, она ходить не могла, у нее выбора не было. Она... Как? Как? Я говорю, так, бабушка, я знаю, все. В итоге я вместо этого там заменила травминные сборы, да, там какие-то русские были, там, тибетские травки, там, все, что нашла. Да, я это вот, свой комплекс сделала, все. И в итоге в результате она через две недели у меня уже бегала. Врачи, которые сказали, что все, бабушка, готовьтесь уже, там, вот, заказывайте там место на кладбище, да, и все, как бы вам уже скоро уходить, мы вас не вытащим. Я ее вытащила, она еще прожила после этого больше 10 лет. Вот, поэтому очень многие лекарства загоняют нас в могилу. Ну, это если пожилые люди, да. А если мы молодые, они просто, побочные действия, они перекрывают этот эффект. Просто почитайте, почитайте, чем они могут нанести. У многих, как говорят, у многих побочные эффекты не проявляются. Ну, ребят, у меня как раз такая ситуация, что у меня проявляются все побочные действия. Это как раз особенность моего организма, от которого я никуда не могу идти. И я вынуждена. И если у вас нет такой особенности в организме, это не значит, что вы должны себя травить. Да, это сейчас вот не проявится, это проявится потом. Лекарства, вот, если почитать, вы знаете, такая есть хорошая оптимическая информация, там, режим вывода, там, вот, время вывода лекарства из организма, там, сутки, да. Это все брехня, извините за меня за грубые слова, да. Но я много слышала историй, много видела людей. У меня у самой, вот, после, после, вот, Кесарева, да, когда мне закачали просто химией под завязку, там, реанимация тоже была, тоже мне там, я не знаю, что, я потом попросила список того, что я просто не могла понять, у меня были симптомы вообще разных болезней, врачи не знали, что со мной делать, потому что у меня температура держала 39, и у меня болело все, у меня были адские бури во всех местах, там, это вообще было ужасное состояние. И когда это произошло, я попросила, говорю, дайте-ка, пожалуйста, мне список того, что в меня влили. И я начала гуглить, и все вот побочные действия я увидела у себя. Я сказала, они пытались продолжить меня лечить, ну, как же так, вот, пациент 39, температура, критическое состояние, надо же вытаскивать, надо же еще ее пичкать. Я сказала, стоп, не надо мне больше ничего давать, стоп, пожалуйста, пустите меня домой, я приеду к себе в Паттаю, я там знаю, я там доберусь до склада, я знаю, что мне пить, я знаю, что мне делать, просто я не рассчитывала, что меня покесиряет, да, я рассчитывала заразить сама, вынужденно пришлось сделать операцию, и как бы все, да. Я не приготовилась к кесареву, я готовилась к натуральным родам, я сама взяла с собой курку-курку мою, в Иванскую, да, чтобы восстанавливаться, там, прочие такие вещи. Я была не готова к кесареву, я говорю, ребят, пустите меня домой. И я написала расписку, я приехала, и за неделю я смогла снять жар, снять жар, и у меня начали потихоньку проходить боли, да, я потом 3 месяца не ходила, потом долго себя восстанавливала. Так вот, через 2 года, представьте, да, постепенно, так я не могла ходить, не могла двигаться полноценно, я только через 2 года вот начала нормально двигаться, хоть как-то на йогу пошла, да, у меня после активной двигательности, активности, да, у меня моча пахнет теми лекарствами, которые меня вкалывали. Вот вам и вывод лекарств из организма сутки, лекарств из организма 2 недели. А то, что это оседает в суставах, в костях, в сухожилиях, в мышцах, особенно если они неподвижные. И выходят они оттуда только если вы начинаете как-то двигаться, какую-то активность делать, да. Вот я пила много трав очистительных, они не пробивают. Если там идет застой лимфы, и если это не двигается, да, нету циркуляции лимфы, то лекарств туда не поступил, она не может туда пробиться. То есть надо совмещать и двигательную активность, чтобы вывести это все из себя, и плюс еще дополнительно детокс-программы. Вот. Так что побочное действие очень важно читать и понимать, что вам дают. Когда я была в положении, меня искусали муравьи, у меня аллергия на муравьев, и у меня отекла нога практически, ну, полностью, причем укусили у меня за стопу, а отек пошел всей ноги, ее раздуло, это, конечно, было страшно, я испугалась, вообще не знала, что это, муравьи или не муравьи, а у меня уже был 8, где-то 7-8 месяц, и я прихожу к врачу своему, она говорит, ну, все, давай пить антиперитики, и выписывает мне. Я читаю, тут же у меня с собой был ноутбук, я тут же вбиваю название в ноутбук, смотрю побочное действие, я говорю, а вы уверены? Я говорю, ребят, вы же что, вы не видите, я беременна, куда? Она говорит, ну, у тебя же вот, вдруг это как-то на плод подъезд, я говорю, скажете, а можно это заменить натуральным антиперитиком? Она так, например, яранжет, например, она тут же вбивает в поиск, 5 минут читает, говорит, да, вполне можно. Я вернулась домой, потому что я знаю, что яранжет, он более безопасный по сравнению с тем препаратом, который мне хотели дать, и я довольно быстро это все устранила. Вот, поэтому мы обязательно читаем побочные действия, и очень часто бывает, что когда вы приходите на лечение к врачу, вам выписывают вообще самый дешевый препарат, а есть более дорогие аналоги, у которых гораздо меньше побочных эффектов. Ну, вот здесь, кстати, вот я сейчас сказала и задумалась, так было, когда я была в России. Сейчас я часто встречаю с обсуждением, что, наоборот, врачи выписывают более дорогие лекарства, и есть аналоги более дешевые, которые также эффективные, у которых тоже бывает, что у аналога подешевле могут быть меньше побочных эффектов. То есть вот здесь вот не ориентируйтесь на цену, спросите у врача, есть ли аналог этого препарата, но с меньшими побочными эффектами.